Снизить риски разрушительной эскалации Снизить риски разрушительной эскалации представлен план предотвращения столкновения между Россией и НАТО 13. Коммерсант от 7 февраля 2019 года, 10-9 эксперты Российского Совета по международным делам, РСМД, и Европейского сообщества лидеров за многостороннее ядерное разоружение и нераспространение Подготовили доклад о том, как стабилизовать отношения России и НАТО и избежать прямого столкновения между ними В документе сказано, что предлагаемые меры можно реализовать даже в условиях нынешней конфронтации между Россией и Западом Авторы, в частности, призывают повысить уровень российского представительства при НАТО, сделать заседания Совета России, НАТО регулярными и создать горячую линию по кибербезопасности Публикация доклада на пути к стабильным отношениям России, НАТО намечена на 7 февраля, однако твердый знак ознакомился с его содержанием заранее РСМД возглавляет бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, а. И.Л.Н. бывший постпред Великобритании при НАТО с Эрадом Томсон В составлении доклада участвовали более 30 экспертов из России и стран, членов Североатлантического альянса, в том числе бывшие высокопоставленные дипломаты и военные По мнению составителей доклада, отношения между Россией и НАТО обречены на многолетнее противостояние Оно обусловлено непримиримым противоречием в видении мира со стороны руководства России и Запада Каждая сторона руководствуется глубоко укоренившимися и несовместимыми друг с другом представлениями об угрозах, нарушениях и неправомерных действиях другой стороны Доверие между Россией и странами НАТО утрачено полностью Продолжается дорогостоящий и стремительный процесс укрепления их сил и возможностей, сказано в документе Авторы исходят из того, что риск непреднамеренной эскалации конфликта между Россией и НАТО слишком серьезен, чтобы не задуматься о том Каким образом можно придать большую стабильность существующим отношениям взаимного сдерживания Стабильность в отношениях между Россией и НАТО могут повысить продуманность усилий по сдерживанию и нацеленность сторон на диалог Направленный на снижение рисков возможных происшествий, неправильной оценки или просчетов Это снизит риски разрушительной эскалации, убеждены российские и европейские эксперты В докладе предлагается два набора рекомендаций Первый это базовый набор мер по стабилизации отношения между Россией и НАТО Среди прочего он предполагает проведение ежеквартальных заседаний Совета России, НАТО, СРН, на уровне послов Что позволит поддерживать постоянный диалог по актуальным вопросам При поддержке своего заместителя генерального секретаря НАТО в силу своих полномочий могло бы само определять повестку дня заседаний, освобождая тем самым все стороны от трудоемкого процесса ее согласования Обеспечение представительства России в СРН на уровне послов, чтобы сигнализировать о важности взаимоотношений и содействовать устойчивому взаимодействию со штаб-квартирой НАТО и штабом ОВСНАТО в Европе Расширение каналов связи между военными, и в частности установление диалога между начальником Генерального штаба Вооруженных сил России и председателем Военного комитета НАТО в дополнение к существующему диалогу между начальником Генерального штаба ВСРФ и верховным главнокомандующим ОВСНАТО в Европе Использование существующей горячей линии России, НАТО в случае серьезных киберинцидентов Проведение командно-штабного учения по разрешению опасных инцидентов в воздушном пространстве с целью отработки и совершенствования реальных процедур рассмотрения инцидентов или аварий с участием Воздушных сил России и стран НАТО Задействование экспертов для информирования СРН о нормативной базе киберпространства Налаживание параллельно с официальными контактами конструктивного диалога между Россией и НАТО на уровне экспертов Авторы отмечают, что совместное управление рисками не препятствует сохранению принципиальных позиций, а точнее, разногласий сторон В качестве примера они приводят американо-советские соглашения о мерах по сокращению ядерных рисков и контролю над вооружениями в период холодной войны и более поздние договоренности между Россией и США относительно разрешения конфликтных ситуаций в Сирии Почему Совет России, НАТО не спас договора РСМД доклад содержит и продвинутый набор мер по стабилизации отношения между Россией и НАТО Однако авторы признают, что на нынешнем этапе противостояния говорить о притворении в жизни этих рекомендаций не приходится Он, в частности, предполагает создание дополнительных форматов СРН по кибер-военным доктринам, проведение заседаний СРН на уровне министров и активизацию сотрудничества по контролю над вооружениями Напомним, последнее заседание СРН состоялось 25 января Главной темой встречи стала судьба договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Однако устранить противоречия между Россией и странами, членами НАТО не удалось Стороны просто обменялись традиционными обвинениями и разошлись Не спасло ситуацию даже то, что российскую делегацию возглавлял специально прилетевший для этого в Брюссель заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков Елена Черненко